смертельное дтп обман на миллион опасный юнец и сушка волос привет друзья эксклюзив и неподдельные эмоции вместе происшествия расскажем о событиях города и области все то о чем вы спрашиваете в том числе и в соцсетях в наших пабликах вконтакте телеграм-канале и так далее каждый день новые видео сегодня в распоряжении нашей редакции появилось видео столкновение двух машин на комсомольской площади напомним вчера в 17 часов водитель киарео на полном ходу врезался сначала весту потом в бетонную опору кадры с места аварии и запись видеорегистратора очевидца увидите в нашем репортаже пробка там на улице комсомольской где обычно ее нет но уже издалека очевидцы увидели машину скорой помощи и спасателей и поняли произошло что-то серьезное произошло столкновение автомобилей киарео и лада веста веста повредилась не сильно а вот у киа порвала всю переднюю часть кузов искорежило настолько что сразу извлечь водителя из салона не удалось спасателям пришлось разрезать кузов авто 37-летнего водителя смогли извлечь только через заднюю правую дверь после такого столкновения медики были бессильны они констатировали смерть мужчины а силе удара и скорости авто можно судить по выпавшему из моторного отсека двигателю авто да и водитель весты вячеслав подтвердил скорость киа была не маленькой я уже стал поворачивать получается налево и он прямо на меня едет прямо на меня ехала машина и я получается ну вот чуть-чуть дал благо мне грубо говоря я не знаю что помогло но я просто еду налево поворачиваю и он по касательной там вот заехал на меня в эти секунды вячеслав еще не знал каковы последствия дтп вот камера с регистратора очевидца видно как водитель весты поворачивает налево а водитель киа судя по всему уже на встречной полосе врезается в серебристый седан далее иномарка таранит столб как рассказали очевидцы незадолго до аварии водитель киа отпросился с работы у него заколола в груди и он поехал домой возможно проблемы со здоровьем и стали причиной смертельного дтп впрочем это лишь одна из версий причину происшествия скоро установят следователи сергей пичугин михаил вагин место происшествия еще одно смертельное дтп произошло в воречевском районе там перевернулся и погиб водитель мотоцикла с коляской больше информации об этой и других авариях в обзоре дорожных происшествий авария произошла 2 мая в 14 25 в деревне тарасовый уречевского района по предварительным данным 32-летний бесправник за рулем мотоцикла иш юпитер 5 наехал на препятствие и не справился с управлением байк с коляской перевернулся водитель получил травмы несовместимые с жизнью следователи сейчас выясняют причины и условия смертельного дтп а теперь пьяный виновник аварии по предварительным данным в кирове на улице севастопольской 38-летний водитель киа сид не справился с управлением машина выехала за пределы дороги и оказалась на крыше единственный участник дтп получил травмы медики его подлатали и вернули сотрудникам дпс за пьяное вождение полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года очевидцы выслали кадры дтп на улице попова у края дороги стояли битые тягач и классика судя по повреждениям в районе багажника жигулей был как минимум еще один автомобиль но спустя какое-то время он уехал с места аварии участники дтп на улице лепси разыскивают свидетелей и видео с моментом столкновения ниссана альмера и фольксвагена пола напомним в этой аварии пострадали три человека телефон для связи вы видите на экране сергей пичугин место происшествия кировские полицейские успешно съездили в командировку в московскую область они задержали 51-летнего мужчину который по телефону обманул жительницу зуевки почти на 1 миллион рублей схема уже известная пенсионерки предложили вернуть деньги за испорченные биодобавки но для этого надо выполнить ряд условий и эти условия стоили очень дорого на видео интервью с задержанным 51-летний житель подмосковья признался что уже давно устроился в колл-центр и обманывала слишком доверчивых людей например жительница зуевки с 2018 года переводила деньги якобы за то чтобы получить компенсацию заранее купленные некачественные бады а в итоге не вернула а потратила почти целый миллион рублей по словам задержанного таким образом за несколько лет он обманул всего лишь два-три человека весь незаконный заработок он уже потратил денег сколько получили денег грубо сказать получил мы где-то 800 700 900 денежными средствами что сделали денежными средствами ну как одевались кушали житель подмосковья был доставлен в город киров и по решению суда заключен под стражу в настоящее время устанавливаются другие причастные лица проводится расследование сейчас полиция выясняет сколько эпизодов мошенничество совершил мужчина ему грозит до пяти лет тюрьмы сергей пичугин место происшествия а в орлове следователи разбираются в причинах конфликта двух мужчин который закончился убийством по версии следствия 29 апреля 41-летний хозяин квартиры поссорился со своим 32-летним знакомым однако ссора быстро переросла в беспредел пьяный гость взял отвертку и нанес мужчине удары в шею затем он схватился за нож и еще несколько раз травмировал потерпевшего от полученных травм хозяин квартиры скончался сейчас по решению суда обвиняемый задержан за убийство его могут лишить свободы на срок от 6 до 15 лет ну а теперь топ народных видео маленький но очень отважный велосипедист не вовремя выехал с пригорка на дворовый проезд мальчишка едва не попал под колеса грузовой машины с камерой велосипед это конечно здорово но с головой дружить нужно даже в таком юном возрасте и снова чистые пруды и крайне нелогично повел себя водитель белой гранты началось все с его нарушения мужчина без поворотника хотел повернуть направо из левого ряда при этом он нагло подрезал автора видео очевидец не пустил грантовода и тот не на шутку обиделся через несколько секунд автопровокатор снова подрезал и заставил нашего подписчика остановиться далее словесная перепалка на повышенных тонах драки не произошло были только короткий диалог и дурная слава которую водитель гранты безусловно заслужил и на улице дзержинского затеяли состязание два водителя кто кого перебикает кто кого переподрезает они то и дело обгоняли друг друга подрезали и сигналили обошлось без двоеборья то есть без последующей драки и к счастью без дтп и 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 тот случай когда победителя точно не определить на улице горького очевидец возмутился нарушением двух доставщиков пиццы водитель приоры пролетел перекресток на желтый сигнал а водитель гранты на красной. Возможно клиент будет рад горячей пицце, а вот участники дорожного движения от такой манеры езды в бешенстве. Оригинальный, но небезопасный способ просушить волосы придумала пассажирка Джили на улице потребка операции. Также немаловероятно, что девушка высунулась из окна, чтобы немного освежиться и сделать необычное селфи. Все ради лайков, просмотров и комментариев. Давайте же порадуемся за девушку, что во время этой фотосессии в китайский седан не влетела попутная машина. В этом случае селфи получилось бы тоже интересным, но не для самой героини. Среди десятков роликов с хамством и беспределом на дорогах попадаются исключения. Пример на видео. Случайный очевидец заметил, что сломалась Нива и ее толкает хрупкая девушка. Неравнодушный автовладелец вышел из своего авто и помог пассажирке, что называется, оттолкать внедорожник к обочине. Заметили, как активно виляла хвостом собака в Ниве? Кажется, такому благородному поступку обрадовалась даже она. И на этом все. Ждем ваших реакций и комментариев под нашими постами. А если вы сняли что-то интересное, присылайте видео по этому номеру или почте. Остерегайтесь телефонных мошенников, как в нашем выпуске, и пьяных водителей. До свидания.